шалом дорогие друзья итак мы с вами продолжаем изучать поучение отцов биргаев от к сожалению за окном война в израиле очень тяжелая война так позже эти слова торы и вот этот духовный рост который мы все с вами получим от изучения этого святого писания принесет мир в израиль говорит на мишна очень интересно третий раздел акавия бен махалалей так звали этого великого мудреца и он нам говорит друзья кто из вас хочет не грешить правильно жить мы живем в этой жизни и ецарара нас тянет в разные стороны совершит грех такой соверши грех другой говорит нам великий мудрец рецепт спасение от грехов посмотри на три вещи всего на три вещи и ты не будешь грешить визуализация представляй себе эти три вещи знаю откуда ты пришел знаю куда ты идешь и знай перед кем тебе потом отчитываться на страшном суде откуда ты пришел из вонючей капли куда ты идешь в землю где будет черви есть перед кем ты будешь отчитываться и давать ему ой тяжелый отчет и суд перед великим творцом который знает все наши действия мысли все что мы сделали и так визуализация великие правильники сидели часами и представляли себе суд небесный суд нас просят что же ты делал нам покажут такой видеофильм все наши поступки от рождения до смерти как же нам будет стыдно сколько упущенных возможностей очень страшно и мудрецы сидели это все представляли вот эту могилу день своей смерти и уже грешить не хочется когда человек понимает что он из вонючей капли кто ты такой выключается полностью гордыня когда человек понимает что он идет в землю выключается вожделение желание заработать страсти все выключается когда человек понимает что ему отчитываться перед богом никакие грехи он не сделает и так говорит нам мишна визуализация хочешь правильно жить уделяй время вот этим всем картинкам я буду на суде я когда-нибудь умру и тогда никаких проблем со всевышним у тебя не будет а наши глаза показывают нам другую картинку иди беги делай наслаждайся нет 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 нужно уметь визуализировать очень важный урок вторая мишна раби ханина с гана куаним говорит всегда молись чтобы правительство нормально функционировало потому что если не будет правительство в любой стране люди друг друга просто сидят заживо как в океане большая рыба съедает более маленькую точно также люди друг друга перебьют если будут государства с полицией с судами всегда молись чтобы государство процветало чтобы не было анархии анархия хуже всего две важнейшие мишны третий пэрек перегревод визуализация